Что интересует молодежь сегодня? Щелковское местное отделение Молодой гвардии Единой России провело опрос и выяснило, какие вопросы интересуют молодое поколение. Молодогвардейцы опросили более тысячи щелковских школьников и студентов в рамках проекта Дорога возможностей. И как оказалось, на сегодняшний день ребят интересует организация мест для проведения досуга, а также вопросы трудоустройства. Для того, чтобы обсудить эти и другие темы, собрались активисты Молодой гвардии Единой России, и члены молодежного парламента, и власти городского округа Щелково. Хотят работать, и хотят, чтобы было как можно больше рабочих мест, предоставленных молодежи, в рамках, допустим, подростковой занятий, которая у нас есть. Ребята говорят о том, что нужно расширять, изменять, может быть, перезагружать существующие учреждения, такие как библиотеки, клубы, чтобы там использованы были различные формы, те, которые востребованы молодыми ребятами. Проект «Дорога возможностей» реализуется на протяжении нескольких месяцев. Задачи – помощь трудоустройству молодежи, профориентация ребят, организация экскурсий на предприятия. По результатам, которые есть на данный момент, это около 30 экскурсий, уже проведенных на местных предприятиях, и где-то 15 вместе с профориентационными тестированиями, наверное, 20 мероприятий, нацеленных на нужды, на помощь трудоустройству молодежи. Как показал опрос, большинство его участников ведут активный образ жизни. В частности, ребята отметили организацию секции, а также установку площадок для занятий физической культурой на территории муниципалитета. Словом, спорт в нашем городском округе доступен. Ну а все вопросы, которые обсудила активная молодежь, теперь на контроле муниципальных властей. Буквально на этой неделе проводили еще круглый стол с молодежным парламентом, и сейчас несколько резолюций, которые будут после этих круглых столов, конечно, ребята передадут исполняющим прудомочия главы городского округа Щелково, для того, чтобы совместная исполнительная власть, представительная власть решала эти вопросы, особенно при формировании бюджета 2020 года. Анна Балиец, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.